Санкционированный. На Курском направлении задерживается 6 электричек при движении в Москву. Причиной стала поломка пассажирского поезда Петербург-Адлер. Он остановился на перегоне Красный строитель Щербинка. Чтобы оттащить состав, туда направили вспомогательный локомотив. Из-за произошедшего 6 пригородных электропоездов, выполняющих рейсы в Москву, идут с увеличенными интервалами. В обратном направлении электрички следуют по графику, передает агентство Москва. Регионы получат около 7 миллиардов рублей на развитие технопарков на 2017-2019 годы. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Кабмина. Крупнейшие компенсации получит Калужская область на создание и развитие индустриальных парков Ворсина и Росва. Московские метрополиты не могут запретить ездить на самокатах. Такие пассажиры, отмечают в подземке, создают неудобства для других людей. Ранее в метро начали звучать объявления с просьбой к пассажирам снимать с плечи рюкзаки в вагонах. Валюта. Доллар 5702. Евро 61.96. Фил Кружков. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Что касается ситуации на московских дорогах, 6 баллов. Движение затруднено достаточно сильно. Крупнейшие пробки. Дмитровское шоссе от поворота на Федоскино до моста через канал полтора часа. МКАД, внутренняя сторона от Бесединского путепровода до Яснева полтора часа. Вообще лучше не ездить сейчас на машине. На такой склады с впечатления. СТО ПРОЦЕНТОВ УТРО НА СПОРТ.ФМ 10.05 в столице. Мы в ожидании гостя. Надеемся, что совсем скоро столичные пробки отпустят к нам Сергея Романовича. СТО ПРОЦЕНТОВ УТРО. Работаем для вас. Сообщаем самое главное. Обсуждаем в нашем фирменном юмористическом стиле всевозможные спортивные новости. Говорили сегодня уже о многом. У нас здесь Федор Емельяненко, у нас и хоккей, у нас и футбол. Из того, что не пообсуждали, УЕФА оштрафовал Ростов на 16 тысяч евро за нарушение техники безопасности на домашний матч с Манчестер Юнайтед. Арбитр Игорь Федотов, футбольный рефери, закончил сезон. Он так и не смог сдать экзамен по физподготовке. По физподготовке экзамен не сдал, да. Форвард Тампа Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ. Там уже 80 очков набрал за сезон нападающие сборной России и молний. Ну а в эту ночь лучшим в хоккее был для нас Владимир Тарасенко. Он три очка набрал за Сент-Луис в матч против Аризоны. И это помогло обыграть соперников блюзменом. Кучеров набрал 80 очко в сезоне. Продолжаются подвиги Федерера, который там всех громит, хотя ему уже 87. Он победил Хуана Мартина Дель Поттера и вышел в 1-8 финала турнира в Майами. Алексей Швет лучший в Еврокубке, защитник Химок. Это баскетбол уже. Важнейшая цифра вчерашнего дня, которую мы не пообсуждали, это заработок Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне, по информации Франсфутбол, заработал 87,5 миллионов евро. Куда им столько? Куда? Солить, солить, я думаю. Солить, мариновать, жарить, пельмени. Я думаю, вариантов много. Но семья большая. Опять же, сейчас будет, кажется, на Мадере аэропорт переименоваться в честь Роналду. Ну, я считаю, что он может быть заслуженно. Станция метро Таганская будет называться Роналдовская. Парень заслужил, я думаю. Дом твой переименуется. В 87,5 миллионов. Знаете, деньги, да? Криштиану в Москве дорогое жилье, аренда в один день. Однокомнатная комната? Нет, комнатки даже. Койко-место, 87,5 миллионов евро за день. Но без марокканцев. Аукционы происходят всякие разные. Я знаю, что флаг, с которым Антон Шипулин финишировал в последний этап золотой эстафеты чемпионата мира по биатлону этого года, продан за 165 тысяч рублей. То есть название беженцы, да? Чуть-чуть. Беженцы. Сборная России в этом году биатлон, особенно женская, это беженцы. Ну да, перебежали в Корею некоторые. Зато коньки российского хоккеиста Александра Овечкина с изображением флагов России и США. Я думаю, что многие наши слушатели видели эту картинку в интернете. Просто с наружной стороны, там на левом или на правом, не помню, флаг России, на другом США, а на внутренних сторонах ботинка изображены храм Василия Блаженова и Капитолий, который вот расположен в Вашингтоне. В общем, эти конечки ушли на благотворительном онлайн-аукционе за 9,5 тысяч долларов. Ну а что ж, хорошо, мало, много. Ну мне кажется, это маловато. Ну все-таки коньки Александра, в которых он провел, покатался на разминке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. И закину я эту новостюшку. Не знаю, не знаю. Продолжается сага с пенальти на Злуише. Вы знаете об этом? Нет. Бутенко. Снимается фильм «Игра престолов». Андрей Бутенко сообщил, что будет пересмотрено решение, еще раз, пересмотрено, о том, что ошибся или не ошибся арбитр Михаил Вилков. Это как можно понять? Уже 10 раз поменяли мнение. Андрей Бутенко сказал, что матч будет переигран. Переигран за этот эпизод. Переигран матч. Чемпионат будет переигран. Чемпионат. Именно этот эпизод будет переигран. Все собираются. Нет, просто там очень важно, чтобы именно те же люди, которые были на матче, сидели на тех же местах. Именно это время, именно эта погода, именно этот момент, именно такие же прически, и вот нарушение идет, как бы, и все, и Вилков только будут 10 человек стоять вокруг и сразу покажут спина. В общем, сага продолжается, да, замечательно, собираются уже в Голливуде снимать кино. По этому эпизоду в роли зелующей будет Морган Фриман. Уже чемпионат закончится, да, эти все будут. В роли Михаила Вилкова будет Кира Найтли. Кира Найтли сыграет Сергей Безруков. И Сергей Безруков будет мячом. Сергей Безруков будет мячом, который очень красиво упадет в штрафтой, и пенальти будет назначено. Букмекеры оценивают шансы сборной России на победу в игре с Бельгией. И сегодня в 19.00 товарищеский матч, контрольный матч, как говорит Станислав Саламович, 3.44 победа сборной России, 2.3 победа сборной Бельгии. Вот такая история. Смотрите, контрольная, это как в школе, контрольная работа. Они вот после матча все дневнички открыли, а Станислав Саламович проходит, и красная ручка всем. Два, два, так, а ты вызвать родителей, пожалуйста, к директору. Он поставит себе два, он поставит себе два. Такой наезд сейчас от Романа. Самое честное. А что? Ты наезжаешь на главу сборной России? Я на всех наезжаю, никого не боюсь. Неожиданно такой. Он поставит себе два. А ему некому ставить два, он не может сам себе ставить. Он отвечает за результат. Просто Александр Сергеевич лет 7-6 пытался устроиться в команду к Станиславу Саламовичу. Стал, ну возьми меня, просто даша к себе в жемчужину. Тебя взяли? Ну в Пермь возьми меня, Стал, ну возьми меня в Пермь. А в Динамо потом, да. Никуда не взяли. Самые вероятные авторы голов в сегодняшний матч, по мнению, опять же, букмекеров, это Кристиан Бентеки и Ромелу Лукаку. Я вам напомню, что мы 35 лет сборную Бельгии не можем обыграть. У нас последняя победа датируется чемпионатом мира 1982 года. И символично, кстати, что в том матче с бельгийцами на чемпионате мира в Испании победный гол в составе советской сборной забил, можно сказать, даже одной ногой жители Сочи Хорен Аганесян. Хорен Аганесян, Сочи, Армения, сегодняшний матч Бельгии. Вот он символизм, да. Поэтому я думаю, что в этом отношении есть у нас за историю порадоваться мы можем и ухватиться за этот факт. Я знаю, что вот Таш Саркисян, как-то общались, он два факта говорит, что вот все армянские поклонники футбола отмечают два факта. Это гол Аганесяна в составе сборной СССР, ворота сборной Бельгии и дубль Ливона Иштаяна в знаменитом кубковом матче против Киевского Динамо в финале Кубка СССР. Вот два основных эпизода для любого армянского болельщика. Победа в Кубке СССР и гол Аганесян на чемпионате мира. Но после этого мы не можем обыграть бельгийцев. Был памятный матч на чемпионате мира 1986 года. Да, самый памятный. Мы 4-3 тогда, да, 3-4 проиграли там. Были ли вне игры, не было ли вне игры, там все это мерили, вспоминали. Это один из самых драматичных матчей в истории. Да, там классная сборная была, едва ли не самая сильная сборная СССР в истории. 86-й год, команда, которая была составлена из людей, только-только выигравших кубок обладателей кубков Киевская Динамо. Валерий Лобановский пришел 6-0 в первом матче с Бельгией, с Венгриями, да, и потом Бельгия, очень было обидно. Потом у нас был товарищеский матч в Брюсселе в 96-м году 0-0, потом у нас был чемпионат мира с Бельгией. И мы играли в Японии, проиграли 2-3, не вышли из группы при Романцеве, дело было. Юный Сычев, который сейчас в КВН играет, вышел на последних минутах, забил, но не спас. Потом у нас был товарищеский матч в Воронеже 7 лет назад, когда Васин против Лукако играл, и два мяча привез себе, там возил так Васина Ромелу, что мало не показалось Виктору, и после этого он в сборную долг-долг-долг-долг-долг не вызывался. Это матч при Адвокате мы играли, в Воронеже там полные трибуны были. Туда, как я помню, бельгийцы как-то добирались трудом, там самолет, туман, где-то сели, не так, да. И последний матч 3 года назад, 2,5 года назад, матч в Риде-Жанейро, чемпионат мира, Маракана, 1-0 поражение, гол, который пропустили мы в самом конце от кенийца бельгийского Ореги, и в итоге вылетели с чемпионата мира на групповой стадии при Капелло, дело было, да. Тот матч памятен еще и дуэлью Дриса Мертенса и Дмитрия Камбарова, которого Диму завозили до Нельзя. Вот такая у нас история встречи с бельгийцами на чемпионатах мира, и вообще последние, получается, 5 матчей мы не можем у них выиграть, одна ничья и 4 поражения сегодня. Ну понятно, что все против нас, команда сильнее, и по рейтингу в FIFA у бельгийцев больше шансов нас обыграть, и, значит, по составу там гораздо больше звезд, ну, хотя бы состав посмотреть, там люди играют за топ-команды мирового футбола, поэтому здесь, я думаю, что шансы больше у Бельгии, но мы будем верить. Будем обязательно верить, кроме того, сегодня еще несколько матчей, товарищи, состоится. Албания, Босния, Голландия, Италия, Португалия, Швеция, Эстония, Хорватия, Австрия, Финляндия, Ирландия, Исландия, ну и топ-матч в 22.00 сегодня Франция, Испания. Ну и давайте поприветствуем гостя, нашим знаменитым джинглом, и потом пообщаемся с актером театра и кино Сергеем Романовичем. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Харам-харам. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Здрасте. Очень рады, что вы добрались. Хорошая физподготовка позволяет Сергею, даже пробежав 83 километра, не вот без одышки говорить «Доброе утро», да? Конечно, конечно. Из дома ты, из дома. Я обычно в обед встаю, у меня обеденная пробежка обычно. Из дома выбежал вчера в обед и вот добежал, да, наконец-то? Да, да, до Макдоналдса сперва и потом ком. То есть 10 утра это прям очень-очень рано? 10 утра для меня это в последнее время просто что-то из ряда вон выходящее. Я обычно ложусь в семье. И это заметно, кстати, заметно. 10-14 часах у нас 10 минут про Бельгию мы говорили, хотя могли бы общаться с Сергеем. Ну что ж, по крайней мере, он здесь лучше поздно, чем никогда. Сергей, если представлять, можно, а ты, да? Да, конечно. Если представлять тебя вот в эфире, такую возможность представили Сергею Романовичу, что бы он сказал? Вот три фильма, которые в основном вспоминаются из твоего послужного списка. Ну это из последних, наверное. Сериал «Чернобыль», фильм «Коробка» и «Ольга на тенте». А «Экипаж» не назовешь? Ну «Экипаж» тоже назову, но там мы немножко повздоровели с режиссером, поэтому я так. Лучше без него. Лучше без него. Итак, «Чернобыль», «Коробка», «Экипаж», «Ольга», все это мы знаем, все это смотрели. Вот такой у нас сегодня замечательный гость. Естественно, о «Коробке» будем говорить в первую очередь. Но сначала Сергей Романович и «Спорт». Откуда это? Что это? Читал твое интервью. Там огромное количество видов спорта было в детстве, в юности. Каратэ, футбол. Еще что было? Водное поло, парусный спорс. Да, даже танцевал руссконародные танцы, потом, в общем, акробатикой занимался, чем я только не занимался. А это от чего? У тебя такой вот разброс интересов? Я думаю, просто родители дали мне возможность выбрать, чем я хочу заниматься, и поэтому они поощряли абсолютно все мои спортивные начинания, чтобы я себя нашел, так сказать, самоопределил, поэтому в этом смысле они всегда мне давали свободу выбора. А тебе самому чего было интересно больше всего из того, что... И самое страшное, все. Все интересно было? Все было. Все было и плавание, и бокс, да. Но это все индивидуальные виды спорта, а команды никогда не тянуло? Команды, футбол, футбол, футбол. Вот с командными видами спорта у меня всегда проблема, потому что я так по натуре свой одиночка, да, поэтому редко. Только в коробке. Читал интервью, там Сергей сказал себе, что он эгоист высшего ранга. А это где такое, дайте мне? Это было, я почитал вчера в подборочку. Это желтая пресса. Желтая пресса, придумайте. Черная. А как может проявляться вот эгоизм? Ну вот индивидуальный вид спорта, это же эгоисты все? Нет. Почему нет? Вот я знаю только одного неэгоиста, это Эмма Халимбековна Гаджиева, которая в фигурном катании занимала 74 место. А все чемпионы, все чемпионы, это эгоисты. Мне лучшие ракетки, мне лучшие мячи, мне лучшие кольца в баскетболе. Я играю один, да. Сергей Романович, ваши звонки, ваши сообщения присылайте и пишите. Вайбер и ватсап, плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре двойки, девять три и два. СМС-портал пять пять три три, в начале слово спорт. Группа Спорт.ФМ ВКонтакте, обсуждение сто процентов утра, пишите и туда тоже. Ну а также вы можете даже дозвониться к нам в прямой эфир и задать сами лично вопрос. Два семь шесть ноль девять три два и два семь шесть один девять три два, код Москвы четыре девять пять. То есть сегодня будем проверять желтую прессу, потому что много-много, наверное, неправды. Хотел стать футболистом? В детстве, да, я играл за клуб Томи. Даже у нас есть такая команда, которая никто не знает. Мы в детстве, это весь мир знает. Мы знаем, весь мир заменит, да. Сейчас уже? Да. 16 место в премьер-лиге, 0-10 мячей, да. Лучше бы я не говорил, да, об этом, то есть. Да, это не лучший пример для подражания, да. Хотел стать футболистом Томской Томи. Да, потом по этой печи и передумал. Код такой нарисован, да, на МЛИ? Да, нет, на самом деле, раньше была хорошая команда очень. У нас кто там, Погребняк, по-моему, был. Погребняк, хороший футболист. Хороший футболист. Единственное, что я понял, на которой там был командир. Нет, там было много хороших. Вот, я мог быть. Валерий Климов, мы помним легенду Томского футбола. Сергей Романович. Да, да. Ну и все, потом меня выгнали. За что? Я болел очень долго, и это не понравилось тренеру. Он сказал, болей дальше. Видимо, настоящие футболисты не болеют, да. Никогда. Никогда. А тебе чего в футболе нравилось больше всего? Не знаю, водиться, наверное. Поэтому нельзя. Здравствуйте, я пришел, и с меня зовут Сергей Романович. Можно поводиться там пару часов, как бы. Слушай, а болеешь здесь кого-нибудь? Вот мы видим на трибунах, там иногда Данила Козловский за Краснодар болеет, например. Не, не, у меня абсолютно нет никаких фанатских предпочтений в этом смысле. А сборная Вьетнама? А то вдруг я сейчас выйду, а там меня ждут уже фанаты. Сборная Шри-Ланки. Да, их можно называть смело, да, то есть ничего страшного. Да, вот эти команды, да, любимые тобой страны. Сегодня сборная наша будет играть с Бельгией. Будешь смотреть, следить? Не знаю, если... У меня просто дома нет телевизора, поэтому... Я сразу подготовлю тех, кто не знаком с Сергеем. Это очень интересный человек, очень интересный. Там есть о чем поговорить, да. И, кроме того, да, вспоминают люди, пишут, так это же Юрка Шатунов пришел. Да, да. Ласковый май фильм. Это первый большой фильм, да? Да, первый фильм был. Куда я попал тоже совершенно случайно. Вообще из Томска меня попросили отправить фото и видео. Или ты, или по гребняк, да, там был вариант, кого пригласить. Да, да, да. В итоге. Поэтому он сейчас уже не играет в тайме, собственно. Ласковый май, это какой год? 2009? 2009, да, 2009 год это был. Мне было за 15 лет. Уже ты не хотел быть футболистом? Нет, тогда я уже хотел быть актером. И с футболами я завязал где-то еще лет в 12, наверное. А кого играл? То есть вратарь, защитник, нападающий? В нападении был. В нападении сбивал, вводился. Я был очень-очень маленький, как сейчас, и быстрый. Как Месси. Как Месси, да, практически? Томский Месси. Томск родной город? Да, да, Томск родной. Ты сейчас бываешь ли, часто ли на какие-то спортивные мероприятия, может быть, ходишь в городе? Ну, раз там в два года приезжаю, а так, чтобы часто нет. Вот последний раз в декабре был, уехал когда сюда. Прожил там месяц, потом уехал в Грозный, там было два месяца. И вот сейчас сюда приехал по работе уже. Грозный футбольный город, кстати. Там очень многие... Да, я знаю, там очень много... Там вообще весь город... Единоборство, Ахмат-клуб, да. Да, там все, не только Ахмат, Бергут, там много сейчас клубов, и спорт вообще там очень такой финансируемый. Нет, просто по поводу единоборства и спорта, и, скажем, то, что отличает Сергея Романовича от Александра Боярского, это, конечно, качественное тело. Приходят вопросы. Многие отметили в фильме «Экипаж», твое увлечение перекладиной и турниками, это все в жизни тоже есть? Да, да, да. Ну, вот я постоянно хожу в зал или на турники. Больше люблю турники, конечно, потому что меня атмосфера зала убивает, что все так официально, и меня это всегда... В очередь настоять там, да? Я всегда хожу ночью, поэтому никаких очередей нет. Я вот вчера был в 11 часов, у меня была тренировка, поэтому в этом смысле я абсолютно спокоен. А уличные варианты, то есть уличная какая-то перекладина, вот тоже сейчас модно, занятия на таких площадках во дворах. Ну, как стрит-воркаут. Да. Ну, да, когда есть возможность, обычно это летом хожу, стараюсь ходить. Пишите, да, спрашивают люди, опять же, прислал вопрос от Игоря, пришел вопрос, фильм «Коробка» тяжело ли дался в плане вот ознакомления с финтами, ударами и всеми остальными футбольными премудростями? Ну, мне повезло, что я уже изначально играл в футбол в детстве, мне было проще какие-то освободить там финты новые. Но это была жесть, когда мы где-то недели, наверное, две просто каждый день снимали только футбол. В жарю, да? Да, в жару с 9 утра до 9 вечера мы только делали, что бегали. И у меня уже под конец просто гудели ноги, потому что, ну, прям болели все, и икры, все болело. То есть настолько мы уставали, и у нас чаще всего мы снимали футбол, просто это была импровизация. Нам запускали камеру и говорят, ну, давайте, играйте. И, в общем, там мы показывали все то, что, да, нельзя было показывать в кино. Но вот, видимо, они что-то нарезали, какие-то моменты, и вот из этого получилось. Как вышло все это на экране? Тебе понравилось вот в плане футбольного именно монтажа? Ну, снято прикольно, да, как будто мы реально крутые футболисты. И там, да, и финты, и впадение головой человек бьет там, да. Так, причем у меня там, это, несколько матов лежало подо мной. А, вот этот удар был. И было восемь дублей, наверное. Волшебный удар, когда там впадение головой, замыкает прострел, да. Сергей Риманович, футбол после этого фильма, или до этого фильма, вот стало больше? Ты просто, я читал, что ты стал играть на улицах, там, во дворе, или такого нет? Нет, нет, может быть, кто-то меня видел, но это был не я, наверное. А так, нет, я только играл доп, съемок, как подготовка, и после пару раз что-то гонял мяч, и все. А кто вот из людей, которые там играли в фильме, лучше всего играл в футбол? Я. С кром, скромный человек. С кром. А кого-нибудь приглашали в нас в гостях? Помогать вам, может быть, из футболистов, или там, из тренеров, не знаю. Ник Матуллин же там играл. Да, кстати, он играл тренера, да. Тренера команды. Он мне особо помог, я думаю. И он вратарь там, что мог, да. Он только мог поймать мяч. Фильм-коробка, футбольная тематика. А вообще там тема же такая, достаточно сложная в взаимоотношениях, да? Русские ребята, там, Эмма, твои знакомые из Кавказа, приехали в Москву, и как бы вот такое противостояние было, да. А как к этой теме вообще относишься? Ты же принял ислам, я знаю, да? Да, да. Ну, абсолютно нормально. Я как бы два месяца в Грозном жил, следовательно. У меня нет проблем с ними. Нет, для тебя этот фильм... Насчет бы я там не был просто. Нет, для тебя этот фильм о чем? Это посыл спортивный, вот такой именно дружеский? То есть занимаетесь футболом? Ну, дружеский, конечно. Занимаетесь футболом или миру-мир? Нет, тут я считаю, это в первую очередь, и сам режиссер, у него был именно такой посыл, это миру-мир. Потому что он на реальных событиях это писал, он видел, как у него во дворе были скандалы вот с кавказцами, да, и между русскими ребятами. Но у меня абсолютно, я как бы в этом смысле позитивно настроен, естественно, миру-мир. Хотя у каждой нации есть свои особые представители, за которых стыдно как бы поэтому. Свои плюсы, свои минусы, да? Свои плюсы, да, и свои минусы. Александр, наша тетя бы тебе говорила, пусть кромнее, да. Ну, конечно. Сергей Романович, актер театра и кино у нас сегодня в гостях. Поговорим о многом, о фильмах спортивных, о стрельбе, которой Сергей увлекается. Мы говорим о его одежде, которую он носит, и черный свет любимый, да? Да. По-прежнему, да. Замечательно, да. Хороший гость, интересная беседа, 100% утра на Спорт.ФМ. Через 10 минут продолжим мы с вами. Надеюсь, вы с нами также. Автоминимум на Спорт.ФМ Привет, я Максим Трусов, и вы знаете, как сильно я люблю игрушки, особенно разные машинки. Поэтому я никак не мог пройти мимо истории, которая произошла с целым рядом автомобилей Тойота. А было это так. 15 игрушечных пикапов Tamiya Hilux Bruiser 4х4 на радиоуправлении отбуксировали настоящий пикап Тойота Hilux, массой 2165 килограммов. Этот ролик с трюком опубликован на YouTube-канале британского офиса японского автопроизводителя. Смотрится все это потрясающе. Развигаются огромные ворота гигантского ангара. Одна за одной в двери въезжают 15 машинок, словно добровольцы из голливудского блокбастера Armageddon. Как будто именно от них зависит судьба целой вселенной. Они проходят через живой коридор из своих хозяев, которые держат в руках пульты управления, приводящие приборы модели к Tamiya в жизнь. Затем они выстраиваются в ряды одна за другой. На специально подготовленные крючки к каждой крепятся тросы, за которые 15 маленьких добровольцев будут тянуть в никуда один большой пикап. На фоне борьбы и муравьиного скрипа маленьких моторов видны тени парней, которые управляют могучей кучкой. Все они в едином порыве дают по газам. Огромный пикап тронулся с места. У них получилось, и дальше уже проще. Нужно просто катить и вытянуть большую мамочку из этого ангара. Двери уже открыты, виден свет, и у них получается. Шумы – это характерный звук мотора радиоуправляемых машин. Ну, просто блокбастер. Во время подготовки к трюку давление в шинах на игрушечных автомобилях довели до максимального значения. А в кузова машинок положили по 500 граммов груза для того, чтобы обеспечить оптимальное сцепление с поверхностью. Помимо этого было разработано специальное стальное крепление для буксировки. И это произошло не впервые. В 80-х радиоуправляемые автомобили Tamiya проделали такой же трюк, отбуксировав пикап Toyota. Что это за акции, кого ее цель – загадка. Но как круто все это смотрится. Обязательно зацените. Подробности по субботам в программе «Автомобилизация» в 11 утра. Всего вам доброго. Автоминимум на Спорт.ФМ Сказано на Спорт.ФМ Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве. Российская саблистка София Великая. Про выступления в олимпийском цикле. Я очень рада. Я безумно счастлива и серебру, и, конечно же, долгожданному золоту. Но вот это четырехлетие сложилось просто феерично для меня. Моя карьера и возвращение после рождения ребенка. И успех на домашнем чемпионате мира в Москве. И чемпионата Европы, которую выиграли мы с девочками, я в личных соревнованиях. Это, конечно, еще такой успех и стабильность. Показав наивысший результат сейчас в Рио. То, конечно, просто фееричный для меня все четырехлетие, а не только этот год. Про продолжение спортивной карьеры. Пока фехтование нужна я, Софи Великая, фехтование нужно мне. Как будут силы и насколько это будет возможно, я до конца буду продолжать свою спортивную карьеру. Вне зависимости от дальнейших результатов. Про новую мотивацию. Про нервозность. Это, если все вспомним наш финал с Яной Игорян, то, мне кажется, вся Россия не спала. Борьба была до последних ударов, и это здорово. Ты проходишь этот этап подготовки ежегодно, ежедневно. Ты готовишься, ты знаешь, ну, откуда это волнение. Когда оно пройдет. Когда мы все не будем переживать, а просто будем делать то, что умеем. То, что уже натренировано годами. Но это невозможно. Такие бои были жуткие, что лидеры проигрывали первые бои. И когда я это увидела, думаю, что происходит? Что с людьми происходит? Нам надо справиться, нам надо собраться. Про доминирование российских саблисток. Мы уже лидируем несколько лет и занимаем первую строчку мирового рейтинга, да, женская сабля фехтования. И не воспользоваться таким шансом, самим для себя не утвердиться, да, и стать олимпийскими чемпионками. Просто надо было не побояться, поверить, что мы действительно лучшие, и мы достойны, и мы можем завоевать эту олимпийскую наивысшую награду. Чемпионка олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призер олимпийских игр в личном первенстве, российская саблистка Софья Великая. Главное не победа, а участие. Пьер Декубертен. ...смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера. Разработка может помочь в лечении эпилепсии и пролеча. Сроки создания мозгового интерфейса сам Маск оценивает в 4-5 лет. Далее информация о валюте. Доллар стоит 57 рублей и 2 копейки, евро 61 рубль и 96 копеек. Фил Крушку. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. 6 баллов оценивает ситуацию на московских дорогах Яндекс.Пробки. Тяжело проектировать минуты по Дмитровскому шоссе. Это в области от поворота на Федузске до моста через канал. Полтора часа потратите там. МКАТ, внутренняя сторона, от Бесединского путепровода до Варшавки. 1 час 5 минут. Котельническая набережная, Москворецкая набережная. Все в этом районе стоит. Главное игровое шоу страны среди тех, что начинаются в 11 часов на Спорт.ФМ. 100% азарта. Мы ж песню написали про лучшую игру. По футболу. Мне на всех по футболу. Слушай, 100% азарта каждый день с 11 часов. Я в 100% азарта каждый день с 11 часов. 100% утро. 100% утро. Продолжаем наш эфир. С вами Роман Вагин. Александр Боярский. Эмма Гаджиева. И Сергей Романович, актер театра и кино, который расскажет нам о своих планах. Сереж, чего нам в этом году ждать? Каких фильмов? Многие люди интересуются, будет ли Чернобыль второй сезон. Продолжение хочется. Этот вопрос мне будет ужасниться скоро в кошмарах. Но да, будет. Он будет в октябре. Уже вот. Дождитесь уже. Да, отстань от меня. И все, больше об этом не спрашивайся. И Ольга второй сезон. Вот это два проекта, которые будут в ближайшее время. Замечательно. Ты говорил о том, что хотел бы сыграть героя а-ля Рокки Бальбо. Цитата. Внимание, сняться в фильме. Хочу про то, как парень, несмотря ни на что, идет к своей победе. Вырывает ее любой ценой. Зубами его бьют. Он встает, падает, поднимается. Что-то героическое и мотивирующее. Я вообще убежден, что всегда нужно бороться до конца. Все по-прежнему так? Да. И фильм, и фильм. Поэтому я и доехал до вас. Видите? До конца идти. Мотивация была. Перекрыли дорогу. Я вышел. Прорвался. Это же прям без турники через фильм. Это же карате пацан. Нет. А вот что-то... Таких много историй на самом деле. Просто у нас в России нет ни одной качественной должности. Ну, кроме «Бой с тенью», я не помню. Ни одной спортивной драмы. Прям такой мощной, где люди... Ну, то, что я описал, собственно, а-ля Рокки Бальбоа. Я хотел написать именно свой сценарий, потому что я как-то сидел дома и думал, я не играю тех ролей, которые бы я хотел сыграть. И надо, как вот Сильвестра Сталлоне взять. Сам сделал. Сам взять, написать сценарий, пойти отдать кому-то. Да, потому что там минимальные вложения были, а потом стала такая франшиза на 50 лет. Ну да, да. Я этот сценарий предлагал даже вот на ТНТ. Мне давали добро, говорят, давай, пиши сценарий. Но как-то все уже у меня. Видимо, запал-пропал. До конца я не пошел здесь. Спортивная история, да? Да, да, да. Ну, вот. Там была история про инвалида. Точнее, про парня, которому парализовало ноги от испуга. И он с этим страхом борется, по ходу, и потом уже становится там чемпионом, в общем, по боям бесправильно. Но еще, может, ты к ней вернешься, к этой истории. Ну, кто знает. Непонятно. Может быть, и вернусь, да. Посмотрим. Пока как-то все это в заморозке. А тебе из спортивных вот фильмов о спорте что нравится? То есть «Бостенью»? «Воин». Это американский вариант, да? Да, верно. Это исключено, да. Конечно, исключительно. Что нас же сняли с Бодорчуковым. Я смотрел, да. Смешно было, да, сейчас? Расшутка была, да. Нравится вообще вот наш фильм? Нет, не очень нравится фильм. Сереж, прям пожмем руку. Том Харди, очень хороший в этом фильме, да. Отличная история. «Воин» американский. Смотрите, да, наш не смотрите, там Бодорчуки зажгли. А как же «Легенда номер 17» спортивный фильм? Есть еще куча спортивных фильмов. Нет, ну просто «Боин» очень хороший фильм, да, на самом деле. «Чемпионы» это смешно. «Боин», «Боец» еще мне нравится с Кристином Бэйлом. «Боец» тоже про боксера, да, с Бэйлом, где он, кстати, даже «Оскар» претендовал на «Оскар». Он взял «Оскар». Похудел там на 70 килограмм, мне кажется. Нет, это для фильма «Машинист» он худел так. Да? А он не для бойца, а там очень художе. Ну, как теми-кирург, который в свои 79 лет с дряхлым телом пытается сделать чудеса какие-то. Получается, Ли, расскажи о своем предпочтении, своем увлечении стрельбой. Это откуда пошло? Просто последние фотки в Инстаграме, там ты с пистолетом стоишь. Бегаешь, бегаешь с пистолетом, стреляешь. С пистолетом, и всех пугаешь, да, это что такое? Это, не переживайте. Это тоже спорт же, да, в определенной степени? Да, да, такой я начал убеждать, конечно. А я же спортивный, не бойтесь. Да нет, просто стало интересно. Я один раз случайно попал, вот мы ходили с ребятами пострелять, и мне понравилось. Я подумал, хочу научиться этому, мне нравится. Особенно, меня больше всего привлекает, это мелкая моторика с пистолетом, перезарядка, там, обои. То есть не автоматы, не гранатометы, не вот это что-то. Патроны, да, туда вот? Да, да, да. Я просто тоже недавно пробовала, ходила в ТИР, пробовала стрелять. Заметно, кстати, как ты изменила сразу, да. Стала такая, знаешь, что ты сказал? Мы ходим в одно место. Да, 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 ходим в одно место. Теперь слов тебе не скажут, что ты сказал? Что ты сказал? Сейчас так как раз стану. Нигер, что ты сказал, да. Вот моя пушка, да. Замечательно. Одежда собственной марки, это тоже хобби какое-то, да? Да, да, да. Просто поскольку я не люблю быть привязан к одному месту, я решил, что я хочу какой-то, чтобы у меня был бизнес, который будет приносить мне деньги, а я могу путешествовать и смотреть мир. А это изначально как Тимати? Да, да. Ее брат, как Тимати, да. Или как Ольга Бузова, ты моя, я моя. Сейчас прямо лучшие примеры, да. Даже не знаю, что выбрать. Кто ты больше? Нет, мне больше нравится Тимати, как-то. Очень странный выбор был, тяжелый выбор у Сергея, да. Тимати или Ольга Бузова. Ну, расскажи, то есть там название, Борс, в чем фишка, да? Борс. Борс, это с чеченского значит волк. Волк. Вот. Мне всегда нравились волки, я даже одно время хотел себе делать тату в виде волка. А потом, когда я узнал, что на чеченском это звучит борс, это так мне понравилось, ну, как это звучит. То есть даже для человека, который не знает, это, ну, он будет казаться, что это что-то, там, борзый, там, или еще что-то. Борзота. Борзота, там, какая-то такая брутальная ассоциация будет. Мажор, опять-таки, да. Мажорчик, да. Мажорчик, да, бренд. Да, тем более, что на языке боярского это очень хороший человек, да, самый лучший друг. Ну, там все черное, да, получается? Ну, сейчас вот есть еще хаки, то есть два цвета черные хаки. А почему черное-то как-то пошло, откуда это вообще? Я не знаю, откуда это пошло, просто мне всегда нравилось черное. Вот с детства я всегда ходил и просил родителей покупать мне черные вещи, а мама злилась, покупала, наоборот, цветное. А ну в гардеробе есть что-то не черное? Хаки, хаки, еще есть черные хаки. Ну, пару лет назад, видимо, было, потому что я видела фотографии в интернете, там, в разных рубашках. Старе, старе. Да, да, такая цветастая. Перекрасивайся, перейдем после стирки. Вот там фотошоп, когда стирал. Цвет касается всего, машина тоже черная? Была черная, да, я ее продал. Там была черная машина с красным салоном внутри. О, красиво. Мне кажется, что вот Сергей по жизни такой человек ищущий и постоянно чего-то для себя придумывающий. Ну, наверное, да. То есть вот хочу поехать, хочу сделать одежду, спорт, кино, творчество. Что, музыка, что-то еще из-за того, что хочется попробовать, что интересует? Ну, экстремальные виды спорта охота попробовать какие-то. Вот конкретно что? Бэйс-джампинг я бы хотел когда-нибудь в жизни испытать вообще это ощущение. С нефильтрованным бэйс-джампинг. Скоро, нет, скоро меня тоже ждет, да. Бэйс-джампинг, да. Бэйс-джампинг. Да? Бэйс-джампер? Это когда двое мужчин, двое женщин, да? Я правильно понимаю? Нет, конечно, да, закрывается в комнате еще, да. Закрывается, просто полный бэйс-джампинг идет, да. Сереж, путешествие. Да, да, путешествие. Что нравится из-за того, что был за последнее время вообще, в принципе, что интересует? Куда собираешься ехать? Хочу съездить в Норвегию, посмотреть северное сияние. Оп ты ж, фьорды, фьорды, да? Да, меня звали в Антарктиду недавно. Тоже у них был круиз, 21 день на корабле по Антарктиде. О, круиз, это моя тема, да. Там много белого. Да, там все белое. Нет, не хочу белое. А что, не получилось по времени или что? Ну да, как-то там стоило 7500 евро все это, ну, удовольствие. Я подумал, что лучше сделать, вложить в одежду или поехать путешествовать. Потом подумал все-таки, лучше это в одежду, а потом уже поехать путешествовать. Иначе все деньги опять потрачу на путешествие и потом буду думать, что еще делать. Ну, круто было бы, да? Ну, было бы круто, да, конечно. А так больше всего понравилась Шри-Ланка. Такой очень аскетичный отдых, еще место не облюбовано туристами, скажем так. И там можно прямо погрузиться в эту дикость, в эту дикую природу, поговорить с обезьянами и так далее. Ну, у тебя есть возможность тоже пообщаться немножко с человеком, который произошел от негода. Ну, и Америка понравилась очень, Лос-Анджелес. Ты же был Америка, скажи. Америка это просто кайф. Просто бургеры, бургеры, просто бургеры. Бургеры, смотрите, какие бургеры у нас. Напитки, да, все что угодно. То есть там что-то, кстати, невкусные. Я не знаю, что ты так нахваливаешь постоянно. Мне понравилось, бургеры там самые вкусные. Ты вот, ты путешествуешь, ты смотришь новые места, что самое главное? Ну, это погоня за впечатлениями, наверное, да, вот это увидеть. Эмоции. Да, и почувствовать эту природу, споскать ее в Инстаграм. Вот. Сразу выложишь. Лайки, лайки, лайки. Да нет, мне просто нравится. Мне нравится это состояние путешествия, состояние дороги я люблю. То есть мне просто неважно, куда главное ехать. Какие-то цели вот в этом отношении? То есть чего хочешь увидеть? Норвегию? Все северные края в России, может быть, чего-то? У меня нет сейчас вот каких-то мыслей. Я не могу тебя назвать сразу, да, вот список странный. Как пойдет, так пойдет, да? Да, как пойдет, так пойдет. Просто хочу посмотреть все. Замечательно. Сергей Романович у нас в гостях. Вопросы приходят, да, много по поводу планов. Аф, тоже люди читали твое интервью, спрашивают, Оскар выиграет, цель осталась? Нет. Уже все? Да. Отболело? Не надо? Амбиции утихли? Ну не то, что нет, а амбиции никогда не утихают. Просто это какое-то внутреннее решение, что это подождет, в общем. Ну, в принципе, в проектах есть такие планы, мечты или все, не важно это? Не важно, не важно, не главное сейчас. Или вообще не главное? Ну, в принципе, не главное. Вот я как обычно людям рассказываю, пример, я был на съемках экипажа, и я там очень тесно общался с Машковым. Вот, и он как-то сидит уже, ну, я не знаю, уже, наверное, месяца два от проекта идет, он сидит в вагончике, весь такой уставший, умылся, у него такое лицо, знаешь, веки опущено, он, ну, прям источен очень сильно. И я к нему потом подхожу с таким вопросом, говорю, батя, говорю, а где счастье вообще? Он такой, в смысле, да, я говорю, где счастье в этой профессии? Он сначала опешил от моего вопроса, а потом говорит, слушай, я живу по принципу хочу, могу, должен. Я хочу этим заниматься, я могу этим заниматься, значит, я должен этим заниматься. И все, говорит, вот будут у тебя, говорит, проблемы там в личной жизни, там с семьей, поэтому вот я актер, все. То есть, и я после этого, ну, очень задумался, я подумал, как так, неужели? Я полчаса сидел вот так, просто пришел домой, включил душ, сел, и у меня было какое-то просто внутреннее погружение, и я понял, что я так не хочу. То есть, я не такой человек, я не смогу жизнь посвятить, ну, работе, только какому-то одному делу, да, вот, а он именно так сделал. То есть, он, для него это как-то, ну, смысл жизни, наверное, да, вот он несет на себе это. Хочу, могу, должен. Актерское бремя, да. Хочу, могу, должен. А у тебя? Хочу, хочу, хочу? У меня, да. Хочу, могу, хочу. Хочу, 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 да. Могу немножко. Хочу, могу, делаю. И вообще не должен, да. Хочу, ну, где-то могу, и опять хочу, да. Ну, нормально, кстати, вариант, аж почему нет? Ну, да, да. Такой расслабленный вариант. Не, не то, что расслабленный. Если бы я делал все, что я хочу, 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 я бы по-прежнему там снимался, где хочу и так далее. Поэтому отчасти я делаю то, что должен, поэтому несет. Я просто понял, что я не хочу ставить на себе именно вот, ну, какое-то, я не знаю, клеймо актера. Я хочу развиваться в разных направлениях, чтобы быть разносторонним человеком. А Машков такой, получается, как сенсей, такой учитель. К нему подходишь, он такие вещи говорит прям, да, какие-то философские. Как я тебе это сегодня говорю, да. Вот, хватит пить пиво-то. Доброе утро. Сергея спрашивают, спасибо за Чернобыль. В фильме «Ты эгоист». Легко ли было эту роль играть? Ну, да. То есть, в общем, ничего, ничего, не изменилось. Что за вопрос? Ничего не изменилось, в принципе, да. Нет, на самом деле, когда я играл в Чернобыле, я копировал Кристина Бэйла из фильма «Боец». И я руководствуюсь именно этим принципом в любом деле абсолютно. Есть такая книга «Кради как художник». И там, собственно, говорится, что ничего нового по солнцам нету. Да, идея все уже придумана, да. Все уже придумано. Поэтому я руководствуюсь тем же самым принципом в любом деле. В одежде, там, неважно, чем ты занимаешься. И в кино... Сейчас надо после эфира будет проверить, что ты осталась на месте. Да, наушники. Поэтому в кино то же самое. Я смотрел на Кристина Бэйла, копировал всю его пластику, мимику, присваивал себе и делал по-своему. Смотрите фильм, кстати, да, там Марк Уолберг играет, Кристиан Бэйл, боец про Артура Гати, кажется. Фильм очень интересный. Доброе утро. Давайте скинемся Сергею на телек, предлагает Серж Каргапу. А нужен он? Нужен? Есть, он стоит. Просто он никогда... Я его не включаю, в принципе. Он стоит, но я им не пользуюсь. Давайте, да, давайте поговорим о том, что... Ну, неожиданно сейчас мы переходим к рубрике. И хотелось бы узнать, что за человек все-таки. Сергей Романович. У нас здесь рубрика «Перекрестный опрос». Сейчас мы перебьемся буквально несколькими секундами анонса, и потом вернемся в эфир, пообщаемся далее с одним из самых веселых людей в истории Радио Спорт-ФМ. Внимание! До 100% азарта осталось 15 минут. А сейчас 100% утро. Еще немножко о футболе. Вопрос пришел к Сергею Романовичу, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях. Очень интересно, весело, свежо, прям так эмоционально, ярко. Сережа спрашивают, в нашем футболе тебе что не нравится, чего нравится? Насколько я знаю, очень большие зарплаты у людей, которые даже ничего не делают. И у меня есть знакомые, которые просто сидят на скамейке запасных, и при этом у них по миллиону в месяц, и я просто не понимаю. Дайте мне эти деньги. Я куплю телевизор. Посидел на лавочке. А фамилии знакомых мы можем сказать? Между прочим, а? А фамилии знакомых мы можем назвать? Они даже в Томи играли, эти знакомые. Боюсь, я там буду поджидать уже. Да не бойся, мы тебя защитим. Эпп, Эпп, занимайся стрельбой. Я же стрельбой занимаюсь. Стрельбой занимаюсь. Стрельбой, спокойно, спокойно. Они играли в Томи, эти знакомые. Нет, нет, нет. Погребняк, братья, братья-погребники. Все понятно. Нет, у меня знакомые просто связаны с футболом. Там корреспонденты, они футбольные. Они вот рассказывают как раз. И я просто не понимаю, за что платят людям. Реально. Мне кажется, это очень их разлагает. То есть вседозволенность порождает беспределы. Когда у тебя есть все, и ты ничего не делаешь, это порождает еще больше ничего не делания. А ты играл в футбол, тебе в футболе в самом, что нравится? Я уже думал, ты спросишь, платили ли тебе? Миллионы, миллионы. Где они, да? Тебе что нравилось? Возможность обыграть соперника, стать лучше, сильнее, быстрее? Да, да. Да, вот все, что нравится эгоисту. Эгоист, да. Эгоистный Романович, проверим сейчас в рубрике «Перекрестный опрос». «Перекрестный опрос». Такие анкетные вопросы. Мои любимые звуки сейчас. Быстрые ответы, да. Сергей Романович в трех словах. Это кто? Какой? Какой? У меня, знаешь, этот... Эгоистичный, жесткий, веселый. Нет, я когда был мелким в школе, у меня был статус для блютусу, когда меня находили, я подписывался просто мальчик. Просто мальчик, хорошо. Нет, ну все, а вот сейчас, уже не в школе. Сейчас уже просто мужчина. Просто мужчина. Нет, ну какой? Я такой, обычный, простой, замороченный. Агрессивный, замороченный. Агрессивный, отчасти, ну вот с некоторыми людьми по-разному. Аккуратней сейчас. Вообще, мы контакт сразу нашли. Бро, да, как бы черная одежда. Тоже весь черный человек. Как сеневку чувствуется. С интерьером рядом с Сергеем, да. Хорошо, то есть просто мужчина. Просто человек, да. Поэт, путешественник. Поэт. Ну-ка, что-то из своего сейчас. Могу про Россию зачитать. Давай. Уберите подложку. А, ничего себе, так серьезно все? Я уже думал, под музычку буду. Дай пафоса. Ох, Россия, матушка, великая страна. Страна отваги, смелости, победы. На что ты, Господи, нам всем дана такая вот большая русская беда. В просторах затерялась русская душа и палит духом внуки наших дедушек. Теперь живет народ спокойно, не спеша. А все мужчины стали походить на девушек. И середины золотой уж не найти. Одни не справились и взялись за бутылку. Другие встали на анальные пути. Там привилегии текут из дырки в дырку. А те, кто выстоял, остался с чистой совестью, бросает жизнь безжалостно на испытания про тех. Великие писаки пишут повести. И только так сохранены их показания. Живых примеров мало истребляют. Уж больно хороши они на конкуренцию. Сверхчеловеки с властью все решают. И по возможности по тюрьмам их сажают. Ворам, убийцам места не хватает. Им всем дают условные срока. Им не до этого кто и кого там убивает. Тут человек какой-то не похож на дурака. Безжалостно их режет словом поголовно. Пытается раскрыть глаза прохожим. А ну-ка быстро кодекс уголовный. Есть там за что нет? Ну ничего, придумать можем. Жена детей имеет сколько лет? Почти что двадцать. Сирота. Поэт. Он чист. Придраться причин нет. Ну подожди, поэт. Ну попиши, поэт. Самоубийство будет самым подходящим. Мол, вечная борьба в могилу завела. Не верю я, что всех великих уходящих вот так своя же сила увела. Это Спорт-ФМ. Браво. Это Спорт-ФМ Сергей Романович. Да, и особенно там понравился момент, да? Да. Перетекает, Александр. Для чего он не напомнил? Сергей, это спрашивают, у тебя много друзей? Нет, один Шамиль. Один Шамиль. Это тот лучший друг? Да, да, да. Ну вот еще очень близко раньше мы дружили с Лехой Воробьевым, с которым как раз таки и пели, и танцевали, и так далее. Тот самый Алексей Воробьев. Да, тот самый Алексей Воробьев. Но потом он начал часто ездить в Америку, и как-то все реже-реже-реже начали общаться. Больше собака стал общаться, чем с тобой, и поэтому уже как бы не то. Переходим дальше, второй вопрос. Окей, дальше. Любимый город. Любимый город? Если бы я знал, мне кажется, я бы там жил сейчас. Ищешь. Я в поисках этого любимого места. Мне нравится Томск своими тихими улочками. Мне нравится Грозный тоже своим спокойствием. Вот, маску асовым движением. Все по-разному. Это зависит от настроения, от периода в жизни. Качество, которое больше всего ценишь женщине? Честность. Я думаю, это основа. То есть если она с тобой честна и воспринимает тебя должным образом, уважает тебя как мужчину. То есть это честность, уважение, преданность. Все то, что, я думаю, и женщине нравится в мужчине. А в мужчинах чего ценишь? То же самое? Порядочность? Да, да, конечно. Черный цвет? Черный цвет, да, приверженность черному цвету. Обязательно. Какой цвет любишь черный? А, все, это уже черный. Мужчине ценю то, что человек отвечает за свои слова. Потому что очень много сейчас, когда человек говорит, они не делают. Перетекают, да, перетекают из золотых слов. Из золотых слов. Из золотых слов, да. Любимый праздник? Любимый праздник? Не знаю. День рождения, Новый год. Да нет, наверное, такого праздника у меня. Нет? День взятия Бастилии. Нет, нет. Любимого праздника нету абсолютно. Хорошо, оставим прочерк. Какой вы последний раз звали? Сам в шоке. Да, Сергея Романовича, да. Есть ли у тебя талисман? Нет, талисманов нету. А приметы были какие-то суеверия в жизни? Ну, в детстве, может быть, какие-то... Хотя нет, я никогда не был суеверным. Даже когда черная кошка перебегала дорогу, я специально шел, чтобы посмотреть, что будет. Мне было интересно. А на кого-то равнялся? Вот были какие-то любимые актеры, спортсмены, артисты? Безруков, когда хотел стать актером, Безруков после Бригады, я мечтал с ним сняться, даже писал ему письмо на сайт. Сергей, приезжайте в Томск ко мне. Нет, я писал на полном серьезе, говорю, вот я такой-то, такой-то, это было 2 января, кстати, и я пишу, вот я, Сергей Романович, мечтаю сняться с вами в кино, пожалуйста, возьмите меня, вот мои фотографии и так далее. А потом, спустя полгода, я сыграл его брата в фильме «Матч». Матч, да, про... И это вообще какая-то фантастика. Тоже про футбол, про спортсмены. Да, да, тоже про футбол. Дальше идем. А чего... Нет, пример, да, вот очень хороший, сбывается, сбывается. Чек за голову, верить, верить надо. Верить и идти, и хотел сыграть с Безруковым, сыграл с Безруковым. И у нас в гостях сейчас, да. Мечты сбываются, да, я об этом всегда говорю. А чего тебе было очень сложно отказаться? Наверное, от каких-то ролей было очень сложно отказаться, потому что когда ты с детства, с 10 лет мечтаешь стать актером о том, потом тебе приходится вводить какую-то цензуру на роли, которую ты играешь. Это реально тяжело. Цензура связана с религией, правильно? Да, 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 да. В основном. Там где-то постельные сцены, еще что-то. Поцелуи. Поцелуи, да. А если ты не играешь отрицательных персонажей? Ну так, играю, если у них есть какой-то, как сказать, переворот. Переворот внутренний. Если они перетекают. Это же очень мало ролей остается. Потому что у нас в нашем кинематографе все целуются, спят и дерутся. Да, поэтому я и начал заниматься одеждой. Потому что когда я понял, что мне надо что-то делать еще, мне стало как-то стыдно. Я подумал, неужели я такой тупой и не смогу заработать на чем-то еще помимо кино. Начал ходить на бизнес-тренинги и так далее. Вот, но на последних фильмах у меня уже есть дублеры. И даже если все думают, что это... Классный номер. Да, возьми вам Сашку. Сашку возьми дублером. У меня есть человек, который... Шикарная работа. На Чернобыле, на Чернобыле и на Ольге везде приезжал словаться с девочками. Отлично работал. И, наверное, когда ему звонят от меня, мне кажется, для него это праздник. Он говорит, ура! Наконец-то! Полгода без кем не было! Полгода без кем не было! Он похож на тебя? Ну, наверное. Конечно, он же дублёк, Саш! Вот такой толстый, нет, толстый, 70-нет, мужик такой. И я за Сергея Романовича, давайте, да. Здравствуйте, с кем тут? Кого я тут сосаю? С кем тут? Оставь номер, я тебе скину, если что будет. Учий вопрос кота. Дублёр. Серёж, а он похож на тебя или нет? Вот так вот. Узнаешь. Прекрасно. Боярский, не боярский. Прекрасно. Дублёр и не похож. И уникальный актёр Сергей Романович, у него дублёр даже не похож на него, да. К сожалению, время у нас истекает, да. Желко. На самой лучшей ноте, да. В концовке у нас ещё минута есть, Серёж. Какие-то пожелания поклонникам, слова тёплые, напутствия, которые тебя знают, люди слушают. Занимайтесь спортом и отвечайте за свои слова. Вот так вот, да. Занимайтесь спортом и за свои слова отвечайте. Что вы думаете по поводу вопроса боярского дублёра, кстати? Нас это интересует. Мы эту тему завтра продолжим. Тебя, то есть мы ждём в осени уже, да, получается, в сериале. Ольга и Чернобыль второй. В Чернобыль путешествия продолжаются. Да, конечно, сейчас поедем в Америку, кстати. Вот, в Америку. Это просто погулять, погулять или может быть там? Да, ну там у нас будут досъёмки в Чернобыле, пару дней осталось съёмочных. И вот мы сейчас с ребятами, с командой поедем в Сочи отдыхать тоже. А мы тебя ждём в спортивных фильмах. Хотим, чтобы ты ещё у нас был в гостях. Был один из, мне кажется, самых весёлых эфиров. Жаль, что московские пробки отняли у нас в начале 10 минут. Серёж, спасибо огромное. Вам спасибо за приглашение. Благодаря успехов, на всех фронтах удач. С вами были «100% утро». Роман Вагин, Александр Боярский, Эмма Гаджиева. «100%» услышимся завтра утром. Пока-пока. Счастливо. Сказанное на Спорт.ФМ Олимпийский чемпион, чемпион мира, пятикратный чемпион Европы в составе сборной Советского Союза по волейболу Юрий Панченко. Про трудности перевода. Поначалу мне помогал мой югославский, тогда ещё в Югославии было, а сейчас он хорват, мой югославский друг, Нуркан, Каузович. Ну, конечно, были курьёзные моменты, когда всё переводил наоборот, и тренер ему в первые буквально два месяца мы на конфликте были постоянно. Я не понимал, почему на меня сердится. То есть он мне говорил одно, а этот переводил совсем совершенно другое. Ну, специально, да, конечно, да. А в итоге я подхожу сам к нему и говорю, «В чём проблема? Почему ты на меня, мол, типа всё время злишься?» Он говорит, «Как так?» Я тебе говорю одно, а ты делаешь совершенно другое. Ты специально всё делаешь. Ты вот хочешь показать, что ты лучше меня или как? Я говорю, да ничего не хочу показать. Вот мне переводят так, я так и делаю. И вот только после этого мы нашли, значит, причину, почему у нас всё не налаживается. И с тех пор, кстати, вот я хочу сказать, что я до сих пор поддерживаю отличные отношения с моим первым тренером в Италии, да. Это Даниэль Ричи, который тренировал Мессенджера и остальные клубы. И у нас отличные отношения с руководством клуба моего первого, второго. Понимаю, что это всё было, как вам сказать, для того, чтобы я быстрее изучил язык. То, что я начал действительно задумываться о том, что мне нужно действительно понимать нормальный язык и разговаривать с игроками и с моими партнёрами на их языке. Про начало тренерской карьеры. Я вам открою маленькую тайну. Любой, любой спортсмен, будь это волейболист, баскетболист, футболист никогда в жизни не захочет расставаться с любимым годом спорта. Поверьте мне на слово. Эти все слова, когда я никогда не хочу уходить, вернее, я уйду и никогда не буду приходить, это всё бред. Любой человек, который провёл какой-то достаточно длинный отрезок своей молодости, своих лучших лет, скажем так, в этой дисциплине, он никогда не захочет расставаться. И я также не хотел расставаться с волейболистом, я скажу откровенно. И мне просто повезло. Моя первая команда, которая была в Мисседжеро, на то время одна из самых богатейших в Италии, президент клуба сказал, давай приходи к нам и начинай работать с детьми. Там работал замечательно Александр Скиб, это знаменитый польский тренер, который тренировал и национальные команды, и сам замечательный игрок. И вот я с ним начал работать в Мисседжеро. Я начал тренировать 14-летних и 16-летних, две группы у меня были. И вот так постепенно, постепенно, я потом еще три года работал в Печенце, полностью сектор молодежной команды, был 14-16-18 лет, и после этого уже перешел с ростом команды. Итальянцы, они вообще своеобразные, вы же понимаете, там очень много слов, очень много жестов, очень много эмоций. Понимаете, если глянуть так вот на историю итальянского волейбола, то ведь они выиграли и Бебетте, это бразильский тренер, и Виласко, это аргентинский тренер. И только в Монтале был один итальянец, который выиграл чемпион мира. А все остальное они выиграли с иностранными тренерами. Ну, как вот, какая-то школа получается. Олимпийский чемпион, чемпион мира, пятикратный чемпион Европы в составе сборной Советского Союза по волейболу Юрий Панченко. ВОКС Это наш канал.